Ну, во-первых, давайте определимся сразу. Дали бы нам такие места для постоянной дислокации, качество жизни стало бы больше. Итак, к определениям. Бассейны в Челябинске, их 10, в Екатеринбурге 9, про Магнитогорск, знаете, тоже и с центрами для борьбы. Хотя население меньше в три раза. Живем там и лучше, однозначно, но мест для детей, для нормальных перцев, да нет их в том количестве, там-то есть. Мы вроде не лошары, но как-то так и получается. Во-первых, почему мы не лошары? Потому что у нас есть тренерский корпус, в котором настоящие тренера. Или вы думаете, что все развалилось? Нет, господа, это совершенно другие люди. Не все, конечно, но Павел Борисович из таковых. Об этом мне судить после такого события. Все тренера из Уральского региона с большим почтением и уважением относились к нашему Магнитогорцу. И скоро ему будет 60. Но скольких грамотных спецов он подготовил, уму непонятно. Да и сам он был чемпионом СССР. Вот так. И кому вам надо отправлять своих детей? Да, пока мы курим. И вот такие места надо строить, а не торговые центры. Вы, господа арендодатели, вот это наше будущее, пока вы не понимаете, что интернет рулит. И скоро народ поймет, что есть лучше то, что мы приготовили. Сами для себя и онкологии, и прочих заболеваний станет меньше. То бишь, ваши торговые центры нормальному человеку вроде меня и не нужны. Мне, да и тем, кто занимается спортом и для детей, в том числе, нужны грамотные бассейны. Отличный зал для тренировок и для борьбы, и для других состязаний. Вот что нам нужно. И мест таких в городе много. И не надо строить торговый центр. Делайте немножко по-другому. Вам Господь скажет спасибо. А вот что для нас. Не умея растить наших детей, мы получим то самое быдло пати, которому никому ничего не нужно. Ну, вообще-то я занимался 10 лет. В 84-м году перешел, записался в борьбу. И вот прошло сколько лет, лет, наверное, 33 года практически. Ну, 34. Когда готовим наших учеников, чтобы они стали чемпионами, порадовали не только нас, наших зрителей, наших друзей, братьев. И, как сказать, нашу страну. Я обратил внимание, эти соревнования, конечно, здесь все очень круто. В Магнитогорске такого, по сути, не существует. Но, тем не менее, наши специалисты тоже работают. Ну, честно сказать, вот, конечно, есть тренеры, которые переезжают. Они очень хорошие специалисты. Но я надеюсь, что в ближайшее будущее они хорошие результаты покажут. Ну, просто каждого есть свое время, когда переходит. И получается, что мы не ожидаем. Я надеюсь, что они все будут показать наши уважаемые тренеры магнитогорские. И вы даже не подумайте, что может быть. Но они покажут хорошие, лучшие результаты. Вообще, давайте все-таки определимся. Классическая борьба – это хорошо для России? Ну, как и такие вопросы. Если я занимаюсь 34 года, только я. Для меня, конечно. Для меня самый лучший вид спорта. Потому что я общался, допустим, с каратистами. Я общался с другими специальностями. Они говорят, мы рядышком с греко-римской борьбой даже стоять не будем. Вот так вот они говорят. Ну, потому что борьба – это борьба. Это, ну, так сказать, у нас мы иногда среди своих шутен. Единственное место будет спорта – это греко-римская борьба. Поэтому невозможно рядом стоять с нами. Просто так и говорим, ребятки. Короче, греко-римской борьбы не существует вообще. Вот так оно есть, да. Пока не доступен в скоби-спорте. Вот они, прелести наши. Идеальные фигуры. Просто красота. Да, конечно, это не классика в моем смысле. После крушения СССР она издулась. Это греко-римская борьба. Но посмотрите, идеальные, не перекачанные фигуры без анаболиков. Или вам подавай мистер Олимпия. Может, это и хорошо, но перекачанные стероидами фигуры в качестве типа мускул хороши. Но вот такие спецы заколбасит он их. Да и по сути ни один рукопашник, ни один спец из бокса к таким не полезет. Хотя это и не есть суть. Суть к другому. Такие специалисты имеют другое отношение к событиям. Они реально хороши. И если без бреда, то круче них нет никого. Из тех, кто на матах занимается. Ну, если я скажу, что здесь тренируют только пять заслуженных тренеров России. У нас, в общем-то, еще мы не в одном месте. А разбрасываем. У нас одна школа, но в шести разных точках. Ну, как филиалов. Вот. Ну, в общем-то, пришли списки сборных команд. За 17-й год у нас 10 человек в сборной команде нашей страны. Это по разным возрастам. У нас в 17-м году три мастера спорта международного класса. Один выиграл чемпионат. Вторым был на чемпионате мира до 20 лет. Один мальчик стал вторым на чемпионате мира до 24 лет. И Азамат Ахметов выиграл крупный международный турнир. Открытый кубок Швеции, где занял первое место, тоже выполнил норматив мастера спорта международного класса. Конечно, Магнитогорский настолько крут. Но, тем не менее, наши магнитогорские цели тоже участвуют в соревнованиях. Насколько они хороши? Ну, я скажу, я вот с магнитогорскими ребятами, тренерами очень много. Он Павлов, например, Павел. Мы даже вместе учились. Специалисты высочайшего класса. Я скажу, самое главное в нашем деле – это любовь. Это любовь к детям. И если есть желание у ребенка, у родителя и у тренера, чтобы он стал чемпионом, и вот эти три желания сливаются в одно, тогда мальчик будет чемпионом. У вас хороший город, я там бывал. У меня даже с Магнитогорским приезжал здесь, тренировался, Марков такой. И он был два или три раза призером первенства страны. Хороший мальчик, уехал, сейчас в Магнитогорске живет, там работает. Даже возглавлял какой-то спорткомплекс там. Ну, я уже не был там лет 30. Я скажу, если ребенок захочет быть чемпионом, если Павел Павлович захочет, чтобы ваш ребенок, если вы, как родители, захотите объединить усилия, конечно, будет чемпионом, конечно, будет хорошим спортсменом. Но задача, я думаю, состоит не в том, чтобы стать чемпионом. Для вас, как для родителя, в первую очередь, вы хотите своего ребенка оторвать от улицы, что он был здоровым, сильным мальчиком, чтобы он был защитником нашей Родины. Это в первую очередь. А чемпионские вот эти вот звания на любом уровне, на европейском, на мировом, на всероссийском, это уже вторично. Ведь задача в юридических спортивных школ, в первую очередь, оторвать от улицы, чтобы они не наркоманили, чтобы они не пили, чтобы они занимались теми позитивными делами, которые должны быть. Вот самая главная задача. Так вот, что вы хотите? Вопрос для вас, вопрос главный. Что хочу я, я и делаю. Я не знаю, что из моего сына получится. Я не знаю, но я хочу видеть грамотного человека с идеальной фигурой, знающего многие правила, умеющего плавать и вовремя получившего по носу. Я был совершенно не таким. И когда мне влупили, я понял, что боль это потом. Сначала злость. Но злость контролируется с детства. Точнее, злость перерастает в мудрость. А вот в этом и смысл. Когда человек мудр и опытен, колбасануть такого, ну попробуйте, если получится. А если нет, то бегите, господа, бегите быстро и лучше к нему не лезть. Вот такого человека я делаю из своего сына. Получается? Надеюсь. Нас таких в Магнитогорске немного. Хотелось бы, чтобы город он ими гордился. И он их должно быть в разы и на порядок больше. Тем более, что специалистов и тренеров хватает. Хватает.